Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». 16 апреля, в день православной Пасхи, на одной из авиабаз в Сирии открылась персональная выставка нашего земляка Владимира Янаки. Сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ирина. Ну, для начала хотелось бы узнать, каким образом так случилось, что ваши картины оказались так далеко от Рязани? Ну, вообще, еще перед открытием выставки на российской базе Хмемим у меня была большая, также масштабная выставка этих же 23 картин в Москве в Министерстве обороны. И получается, что в Москве эти картины были с 15 марта по 12 апреля, а уже 15 апреля мы их увезли в Сирию, где 16 апреля на Пасху в культурно-досуговом центре для отдыха военнослужащих на российской авиабазе Хмемим в провинции Латакия открылась моя персональная выставка с названием «С любовью к родине». Я думаю, не каждый человек, не каждый художник согласился бы поехать в зону боевых действий для того, чтобы представить свои работы. Почему согласились вы? Ну, для меня это было очень почетная и престижная миссия, мероприятие. Ведь тем более туда непросто попасть еще и по той причине, что очень жесткий отбор произведений и тех авторов. Ну, чаще всего это музыканты, певцы, исполнители, которые принимают участие в культурно-досуговом отдыхе военнослужащих в Сирии. И поэтому, когда мои работы были увидены в Министерстве обороны, они, к счастью, понравились офицерам, которые организовывают эти мероприятия. И мне был уже потом предложен вариант с поездкой в Сирию. Владимир, ну не страшно было? Как вообще вся эта поездка проходила? Какие эмоции, ощущения? Ирина, было не страшно, а очень интересно, потому что я первый раз вообще был на Ближнем Востоке. За границей я был до этого много раз и учился в Берлине, в Берлинском университете искусств. Принимал участие в Международном фестивале искусств в Риме. В 2005 году представлял Россию. Ну, а на Ближнем Востоке, в Сирии, я был первый раз. И, конечно же, это очень интересно, поскольку арабский и исламский мир – это вообще абсолютно другой мир. Он отличается и от православия, и не только от наших традиций христианских, а вообще от наших традиций культурных. Он отличается просто противоположно. Ну, вы ездили туда с определенной миссией, а поработать не удалось на сирийской земле? Ну, времени было мало, ведь на базе проходит боевая работа круглосуточно. И вот этот центр для отдыха военнослужащих, он работает днем. Это специальная большая палатка, где-то примерно 150 на 40 метров. И там также, кроме выставок, проходят и концерты для военнослужащих. Ну, а летом, в жару, поскольку летом в июле, в августе там доходит до 60 градусов температура, эти концерты проходят прямо на открытом воздухе, рядом вот с этим культурным центром. И там также расставляют кресла для военнослужащих. И артисты выступают туда, возили известных звезд наших недавно, и Лепса, и других исполнителей, певцов. Часто там бывает Пореченков. Ну, а персональная выставка, и для меня это очень приятно, там была открыта впервые. – Скажите, что из себя представляют те работы, которые сейчас там экспонируются, и каким образом эта экспозиция подбиралась, да, там, по тематике? – Это 23 большие сюжетно-жанровые картины, а также лирические пейзажи по Рязанщине и Северной Карелии, и Кольскому полуострову. Над этими работами я работал более 12 лет, собирал много материала, выезжал и на север, жили там с друзьями в палатках на необитаемых островах, плавали по этим озерам. Вот в особенности много находился на Лоуфском озере, это Лоуфский район Северной Карелии, недалеко от Полярного круга. Но эти поездки в Северную Карелию были в 2007-2008 году, а уже после этого я самостоятельно несколько раз ездил на Кольский полуостров в район реки Умба, Хибин, таких вот населенных пунктов, как Апатиты. И тоже там мы сплавлялись на катамаранах по реке Умба, начиная еще вот с Умбоозера, это большое озеро, которое находится в Хибинах, оттуда река Умба вытекает. И вот на протяжении этого сплава, ну я все это еще сочетал с рисованием, брал с собой этюдник, писал много этюдов в разных техниках, не только маслом, но и акрилом, и акварелью, потому что масло там плохо сохнет из-за влажности. И помимо этюдов я также делал много подробных зарисовок, в общем-то можно сделать на самом деле целую выставку из этого материала. Это несколько сотен работ в целом, если все собрать, при том некоторые такого, в общем-то, приличного размера, и 50 на 70 есть некоторые листы графика, и акрил, гуашь, акварель. То есть, в общем-то, это уже не просто какие-то такие очень быстрые нашлепки, так называемые скетчи, но это уже некоторые уже выставочные работы, сами по себе самостоятельные. Ну, вообще вот Умба и Кольский полуостров, они художников приманивали еще и раньше, и сто лет назад. Там многие русские живописцы пытались вот в те места выезжать, но тогда это были еще более дикие места, абсолютно такие вот, абсолютно вот аутентичные, абсолютно там была чистая природа. Сейчас, конечно, там может дороги, транспорт. Ну, в общем-то, это плюс, потому что проще добраться, проще уехать. Ну, и вот, конечно, северные красоты, почему они меня уже много лет не отпускают, тянут к себе постоянно, они отличаются от средней полосы, отличаются очень сильно от Рязанской области. Там другие контрасты, другие колористические гармонии, белая ночь. Это очень интересно, тут такого нету. Летом, когда круглосуточно светло, и солнце практически не заходит за горизонт, много очень грибов, ягод. И даже был такой случай один, что у нас один товарищ сидел и рисовал, делал маленькую акварель, и рядом с ним за это время, пока он рисовал, вырос маленький гриб. Вот, такая трогательная сценка. Ну, то есть, получается, вот в этой экспозиции с Любовью Крозин, которая сейчас в Сирии, там смешано, да, там и Рязан представлены, и ширины виды. Вот, скажите, все же делается для чего-то, да, я уверена, что художники пишут свои работы тоже с какой-то определенной целью, чтобы донести какие-то чувства, эмоции до зрителя. Вот теми работами, которые сейчас экспонируются в Сирии, что бы вы хотели передать с помощью этих работ тем людям, которые там сегодня служат? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось помочь психологически, морально, психологически нашим ребятам, солдатам, офицерам, которые находятся просто в тяжелейших боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики, выполняют свой боевой долг, и они находятся на переднем плане борьбы с международным терроризмом. Мне искренне хотелось бы, чтобы эти работы были оценены по достоинству, но все-таки главное, чтобы они принесли для наших военнослужащих пользу в виде действительно психологического, патриотического заряда, чтобы они вспомнили о доме, о родине, и чтобы им легче переносились тяготы и лишения боевой работы. Какие-то отзывы были, то есть когда вот там проходило открытие, наверняка ведь люди к вам подходили, что-то говорили? Ну, конечно, письменных отзывов пока я еще не получал, но там находится специальный такой журнал для отзывов, мне будет потом очень интересно почитать. А вообще, конечно, подходили большому количеству военнослужащих, в том числе которые напрямую участвуют в боевых операциях, и даже были несколько человек наших земляков, мне было очень приятно, они узнавали места, знакомые места, и просто вот они говорили, о, так это просто моя деревня, это очень похоже, и искренне я видел, что они честны в этом, мне было это очень приятно, и это самая важная оценка моей работы, потому что этих людей невозможно обмануть. Ну, я так понимаю, что, говоря об этой выставке, можно сказать, что это была целая операция, да, потому что в Сирию доставить картины, вы сами там были, я так понимаю, что вам придется еще раз туда возвращаться. В связи с этим вам даже вручили благодарность, насколько я знаю. Да, я был награжден благодарностью командующего группировкой российских вооруженных сил в Сирии, генерала-полковника Сергея Суровикина, а также, вот уже могу сказать, мне из Министерства обороны уже сообщили офицеры, что я представлен к медали за участие в военной операции в Сирии. Мы вас поздравляем. Спасибо. Если можно, несколько слов о ваших дальнейших планах. После того, как, я надеюсь, благополучно слетаете в Сирию, заберете свои работы, что дальше? Ну, во-первых, сейчас я буду работать над серией больших сюжетно-жанровых произведений, также по Сирии, по культурно-досуговому обслуживанию военнослужащих. Эти обслуживания проходят в разных видах. Они проходят часто ведь не только на базах, но и на блокпостах. То есть, как раньше, в Великую Отечественную войну ездили артисты, выступали на кузове грузовой машины или на технике. И сейчас также это проходит практически вот в таком же виде. Это либо на КАМАЗе, либо на БТРе, либо на земле, на какой-то вот такой небольшой импровизированной площадке. И Министерство обороны мне дало большое задание, как раз вот по созданию живописных произведений на эти темы. Но также я надеюсь, что во время своей второй поездки мне еще удастся все-таки сделать и материал с натуры собрать, сделать зарисовки, этюды, портреты наших бойцов, солдат и офицеров, которые я тоже в этой работе буду использовать. Но кроме вот этого конкретного, кроме вот этих конкретных заказов, также я еще уже даже начал делать подготовительные эскизы к большим пейзажным работам и сюжетным работам. Но это уже такие вещи более выставочные. Это будут и чисто просто пейзажи. Мне хочется сделать большую работу двухметровую с вечерней пальмирой. Это очень красиво, интересно, вот этот вот ансамбль архитектурный. К сожалению, он очень сильно пострадал, он разрушен террористами. Там много участков просто взорвано, уничтожено. Но все-таки вот даже из того, что осталось, это материал очень для художника живописца, очень большой и очень важный. Ну и также мне хочется сделать вот еще чисто для себя, для выставок, такие вот большие работы по работе на базе с самолетами, с пилотами. Ну, конечно, нельзя показывать лица пилотов, они будут изменены на другие лица. Но в целом это вот будут какие-то такие уже более конкретные мотивы. Владимир, ну, я так понимаю, это уже не просто заказ. Вам это интересно. Да, конечно. Вы с реальным интересом об этом говорите. Вот почему вас привлекает и такая военная тематика в том числе? Ну, это вообще очень интересно для живописца. Ведь я много лет последних работал практически только вот в «Чистом пейзаже». До этого я работал много вот в жанровой сюжетной картине. И вот после работы в «Чистом пейзаже», то, что я увидел, тот материал, который я собрал, который я еще соберу, для меня это некое обновление творческое. И поэтому я за это вцепился, просто вот за эту работу с большим воодушевлением. Мне это очень интересно. Ведь это новые формы, новые пространства, новые композиции. А это всегда хорошо, а, собственно, оно и правильно. Владимир, могут ли где-то рязанцы увидеть Ваши работы здесь, в нашем городе? И планируются ли выставки на родине? Ну, конечно, могут. Во-первых, Рязанский союз художников постоянно проводит выставки в выставочном зале Рязанского союза художников по адресу Евсенина 112. Эта работа, она ведется круглогодично. Проходят не только областные выставки весеннее и осеннее Рязанского союза художников, а также большие обменные выставки. Например, сейчас проходит обменная выставка с Липецким союзом художников. То есть липецкие художники привезли свою работу в Рязань, а рязанцы сейчас выставляются в Липецке, где очень хороший выставочный зал. Недавно как раз закончила свою работу очередная областная выставка «Весеннее», где была показана моя новая картина по северу, большая по Кольскому полуострову, практически полутораметровая, под названием «Пришла весна в Заполярье». Ну, а также я не ограничиваюсь выставочной работой по Рязани и Рязанской области. Скоро, в конце августа 2017 года, открывается моя большая персональная выставка в Луховицах в культурно-выставочном центре. А также уже в 2018 году в Константиновском музее будет также проходить большая выставка моих произведений. Большое спасибо, что нашли сегодня время прийти к нам в студию. Мы вам желаем творческих успехов и благополучной поездки в Сирию. Спасибо, Ирина. До свидания. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.